Умерла Вера Глаголева. Народная артистка России скончалась на 62-м году жизни. Несколько месяцев она боролась с онкозаболеванием за границей. Новость о смерти стала для всех шоком. И еще недавно ничто не предвещало беды. В эксклюзивном интервью «Известиям» Глаголева делилась планами на будущее. Я прекрасно, я сняла картину, поэтому, пожалуйста, через, наверное, весной, пожалуйста, на премьеру. Вера Глаголева пробовала себя как сценарист, продюсер, кинорежиссер. Она выпустила шесть кинолент, среди них «Две женщины» и «Одна война». Актер Василий Мищенко снимался в последнем фильме Глаголевой, но даже не догадывался о ее болезни. Не было ни грамоти, даже намека, что я даже представить себе не мог, что она болеет. И она это тщательно скрывала, и скрывали близкие. Но они, видимо, знали все. Вера Глаголева сыграла почти в 50 советских и российских фильмах. Зрителям полюбились ее роли в картинах «Искренне ваш», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша», «Выйти замуж за капитана». Я же взрослый человек. Я была замужем. Ты что, не знаешь, что одиноких женщин иногда посещают мужчины? Коллеги и близкие друзья актрисы не могут поверить в такую утрату. Подруга и коллега по съемочной площадке Марина Яковлева поделилась теплыми воспоминаниями. Она, конечно, личность, но она мощная. Она хрупкая, тоненькая, маленькая, но она очень сильная внутри. У нее очень сильный стержень. Она очень сильная женщина. Волевая. И быть режиссером – это просто… Мужчине трудно, а женщине. И снимая такие фильмы разные и потрясающие. И как актриса она, какая замечательная, какая чудесная. Яркая индивидуальность такая. Вот ее ни с кем не спутаешь. Даже не могу в прошлом времени сказать о ней. Недавно актриса выдала замуж свою дочь за хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен выразил свои соболезнования в Инстаграм. Тогда на свадьбе дочери Вера Глаголева уже знала о болезни. Но всем своим видом показывала, что искренне счастлива. Я ухожу, ухожу, красиво. Продолжение следует... Продолжение следует...